здравствуйте в эфире живой журнал губернатора поговорим о главных событиях недели я хотел бы начать сегодня нашу передачу с выражение соболезнования родственникам родные которых погибли при крушении самолета вчера президентом россии был объявлен день траура и я хотел бы присоединиться и выразить соболезнования всем родным чьи родственники погибли в этой страшной авиакатастрофе к сожалению не обошлось без трагедии и в городе омске это падение крана на проезжей часть одной улиц нашего города результате падения подъемного механизма погибла практически целая семья эта трагедия унесла 4 жизни и наших а мечей я просто потрясен этим событием хотел бы выразить соболезнования всем родным но прежде всего я хотел бы сказать что сегодня такие события происходят только в результате того что ряд руководителей ряд лиц которые отвечают за техническое состояние в том числе и подъемных механизмов допускают халатность преступную самонадеянность на то что этого не произойдет я хотел бы акцентировать внимание что мной данного поручения провести проверку всех подъемных механизмов на всех строительных объектах на всех строительных площадках города омска и области но при этом я еще хотел бы акцентировать внимание что каждый руководитель независимо от того в каком он ранге находится должен и обязан прежде всего соблюдать технику безопасности на объекте лично контролировать те опасные объекты которые находятся у него в подчинении которые могут причинить ущерб нашим гражданам сегодняшнего дня сформировано новое правительство приоритетом его формирование прежде всего учитывался это профессионализм учитывалось желание и возможности и необходимость каждого должностного лица на достижение результата поставлено перед руководителями и самое главное на чтобы я акцентировал внимание и я уже сказал своим коллегам об этом прежде всего лично ответственность за достижение результата достижение результата как общего которое был поставлен перед всеми в том числе и в моем послании так и достижение результата каждого министерства каждого направления поэтому задачи поставлены все об этом уведомлены кипи ай каждому министру будет ближайшее время определен ну и соответственно я буду жестко контролировать поставленные перед ними задачи и принятия их решений на прошлой неделе состоялось заседание инвестиционного совета при губернаторе омской области это общественный совет но при этом я хотел бы определить что на этом общественном совете принимают очень важное решение одно из направлений которые мы обсуждали на этом общественном совете это создание инвестиционного климата это обсуждение вопросов как лучше привлечь инвесторов на территорию региона ну и в итоге мною да было дано поручение всем руководителям министерств и ведомств в том числе которые и отвечают за инвестиционную политику в регионе взять под личный контроль каждый инвест проект за каждым инвест проектом закрепить руководителей по направлениям и соответственно оценка работы руководителей по итогам года будет оцениваться именно по тому направлению сколько инвестиционных проектов было привлечено как они были доведены до логического завершения и соответственно их внедрение это было основным лейтмотивом на инвестиционном совете на прошлой неделе но я был осуществлен выезд в район улица завертяева где строится микрорайон который проходит по программе ветковое аварийного жилья это переселение наших амичей из домов которые практически непригодны проживанию хотелось бы отметить что эта программа у нас рассчитана до 2017 года по этой программе мы должны переселить более семи с половиной тысяч амичей это очень такой серьезный существенный момент для нас и для министерства жилищно-коммунального строительства и для подрядчиков четко определены форматы какие сроки должно быть это все выполнено на сегодняшний день 9 многоэтажных домов уже готова к эксплуатации и в декабре будет производиться заселение амичей 5 домов в стадии строительства я лично посмотрел качество жилья которое будет предоставляться нашим амичам и дальше эту программу буду контролировать на том уровне который перед нами поставила правительство российской федерации это площадка была представлена как новая для освоения и порядка полутора миллиардов рублей мы вложили только в освоение инфраструктуры это развязки это дороги это коммунальная инфраструктура и хотел бы еще акцентировать внимание что основной упор был при строительстве этих домов был сделан на теплоэнергоэффективность этого жилья была построена новая современная котельная сегодня которая по своим параметрам сегодня даст существенное снижение по энергозатратам и стоимости энергоресурсов на прошлой неделе мы ввели в эксплуатацию новый газопровод протяженность газопровода в москаленском районе составила порядка 45 километров это один из крупнейших проектов которые мы осуществили совместно с компанией газпром порядка девяти населенных пунктов получили доступ к голубому топливу это не не менее тысячи новых абонентов это я и говорю о домовладениях при этом хотелось бы отметить о газификации все всего региона за 2015 год нам нами построена совместно с инвесторами порядка 300 километров и в этом году газ получат жители порядка девяти тысяч домовладений эта программа будет продолжаться и я считаю что она необходима для нашего региона это улучшение нового качества жизни это развитие территории это в том числе и снижение затрат на коммунальную сферу всех социальных предприятий на прошлой неделе президент российской федерации подписал указ о создании российского движения школьников я считаю что это решение принято вовремя и правильно прежде всего это будет новое направление и новый виток в патриотическом воспитании нашего молодого поколения потому что я считаю что сегодня у наших школьников молодых людей нужно воспитывать любовь к истории своей страны любовь к истории своего народа и своим традициям и обычаям например ну я не понимаю вот праздника хэллоуин который пришел вообще непонятно откуда непонятно с какими традициями и каким предназначением поэтому я думаю что вот именно в этом направлении сегодня нам нужно будет работать с молодежи 4 ноября мы отмечаем день народного единства это праздник всех кто любит свою родину тех кто дорожит своей истории тех людей которые беспокоят будущее родной страны наверное было много желающих переписать историю либо создать какие-то новые исторические факты на примере разобщения нации и объявления каких-то войн и событий но в любом случае при какой-то угрозе явной скрытой наш народ всегда объединялся и я сегодня хотел бы сказать что омская область это наш общий дом для более чем 120 национальностей которые проживают на нашей территории и на примере омской области можно говорить о том что даже при таком количестве народов и народности можно жить в мире и согласии поэтому я хотел бы всех сегодня поздравить с наступающим праздником днем народного единства пожелать всем удачи мудрости и благополучия с праздником вас дорогие амичи и 4 ноября хотел бы всех пригласить на соборную площадь для того чтобы вместе отпраздновать такое знаменательное событие на сегодня это все до свидания и и и и и и Продолжение следует...